Они были на вес золота для вражеских агентов и террористов. И штаб-квартира МИ-6 в Лондоне, пока там шел ремонт, пропали документы с планировкой здания, с указанием местонахождения сигнализации, других систем безопасности. Похоже ли это на шпионскую работу? И штаб-квартира МИ-6 в Лондоне, пока в здании шел ремонт, пропали чувствительные документы, сообщили британская САН, американская СНН, сосылка на источники, якого после завершения ремонтных работ. Британские разведчики выяснили, что и штаб-квартира исчезли бумаги с планировкой здания, где указывалось местонахождение сигнализации других систем безопасности. Они были на вес золота для вражеских агентов и террористов, пишет САН. Впоследствии некоторые из пропавших документов нашли внутри здания, но остальные так и не обнаружили. Впрочем, по данным САН, британская разведка уверена, что информация не попала к противнику. На шпионскую работу и правда не похожа, но кто-то явно лишится погон, считает ветеран службы внешней разведки Лев Корольков. В принципе, разведки предпочитают делать копии, а не посещать сами подлинники документов, потому что это операция сама. Но с другой стороны, возможно, кто-то из тех с тем, чтобы потом заработать, это уже как одна из версий, потому что пока документы не обнаружили, любая версия имеет право на существование. Само расположение помещения и зданий – это же очень важная информация. Спецслужбы. Просто важнейшая, я бы сказал. Головы обязательно полетят. Виновные обязательно будут найдены. Лев Корольков. Известно, что ремонтом занималась крупнейшая строительная группа Британии «Белфор Битти». Документы должны были храниться в специально защищенной комнате, доступ которой был только у нескольких прорабов. После инцидента контракт с «Белфор Битти» растургли, утверждается. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова